Наш следующий гость Олег Буряк, глава Запорожской районной государственной военной администрации. Здравствуйте. Здравствуйте. Его сын Владислав с вами, я вижу. Здравствуй, Владислав. Да, Владислав здесь. Вот видео возвращение вашего сына из плена, которое попало в сеть, это ну вот просто до слез, знаете. Это одна из немногих вот драматических историй этой войны, которая завершилась счастливо. Напомним, 16-летнего Владислава Буряка российские военные похитили 8 апреля на блокпосту в Васильевке Запорожской области и 90 дней удерживали в плену в Мелитополе. Как удалось вернуть сына? Можете рассказать нам, Олег? Это были довольно длительные такие переговоры. Вот, за три дня до освобождения, 4-го, получается, июля, мне раздался звонок, и мне проговорили, что мне отдадут сына. Договорились, что 5-го будет передача. Потом, значит, я целый день 4-го жду, набираю 5-го. Мне начинают с той стороны говорить, надо еще переговорить. Хорошо, жду еще какое-то время, потом опять 5-го набираю. Ну что, получается? Мы тебе перезвоним. Хорошо, прождал целый день 5-го. 6-го пишу смс-ку. У нас что-то не получается с передачей. Я смотрю, что смс-ка прочитана, но обратной связи нет. Сижу, жду. Когда где-то примерно в 23.06-го мне звонит Влад, такой, с безумными глазами. Говорит, папа, мне сказали, завтра в 6 утра я еду домой. А было, знаете как, 87-е сутки, когда были. Влад меня в очередной раз спрашивает, папа, ну что, когда меня это заберут? Я говорю, слушай, это может быть вот таким вот образом, что ты спишь, к тебе кто-то подошел, постучал по плечу и спрашивает, домой хочешь? Ты там говоришь, да. Ну тогда поехали. А я тогда уже ввел вот эти переговоры. Ну то есть я уже знал про вот это. Но Влада вот таким вот образом, чтобы его не обнадеживать. И вот когда он уже мне позвонил, я говорю, ну я же тебе говорил, что это может быть вот так. И в общем договорились, что в 6 утра он садится в машину, и они едут в Васильевку. Когда в 6 утра Влад мне перезвонил, я говорю, дай ребятам, которые с тобой, чтобы я с ними переговорил. Я им объясняю. Смотрите, с вашей стороны колонна, цивильная гражданская колонна выходит вечером. Поэтому пропускной пункт Каменской Васильевки работает таким образом. Утром мы пропускаем от нас колонну гражданских на оккупированную временную территорию. А уже вечером в районе 17 мы встречаем колонну с оккупированной территории сюда к нам, на свободную Украину. И нет смысла вам рано утром выезжать, и там вы будете стоять под открытым небом, потому что колонны гражданских машин, они всегда стоят прямо на дороге, вот выстроили цепочку. Воздух плюс 36, плюс машина на солнце, там будет все 50 в машине. Ну, там можно спариться, сознание потерять. Поэтому вам нет смысла ехать, вы все равно будете ждать до вечера. Слава Богу, меня услышали. И ребята, значит, держали его до полчетвертого. Полчетвертого Влад мне перезвонил такой, папа, все, мы едем. Я говорю, хорошо, воды побольше возьми, лучше не кушай, но возьми побольше воды. Я не знаю, сколько вы там будете в дороге, поэтому пускай лучше будет у тебя вода. В общем, доехали они до Васильевки, и уже с Васильевки Влад со своего телефона, там в Васильевке берет наш Киевстар, и он мне позвонил, мы в Васильевке, сейчас меня посадят в машину. И, в общем, вот этот вот диалог, и потом мне сказали, в какую машину посадили, вот этот Opel черного цвета, который вы сейчас видите, сказали номера. Мы быстро выдвинулись навстречу, я был на патрульной машине полицейской с двумя своими хорошими друзьями, офицерами. И мы подъехали, и как раз навстречу едет машина. Я говорю, слушай, это такой памятный момент, возьми, пожалуйста, сними, как я встречаю Влада. Это такой момент, который останется на всю оставшуюся жизнь в нашей семье. И он взял вот это же своим телефоном, поснимал, там есть, она длинная, это видео, я там стою, хожу, волнуюсь, нервничаю. Он говорит, я говорю, не снимай, ну куда? Он говорит, ничего страшного, давай снимай. И потом раз, и сам момент прибытия машины. Такое счастливое событие, которое сняло груз с нашей семьи. Влад, а я хотела вот спросить, вот ты когда вот сел в эту машину, ты верил, что к папе везут? Что ты увидишь сейчас папу? Знаете, я старался в этот момент ничего не думать, знаете, я просто хотел ждать. Просто хотел ждать этого момента. Первые слова были, вот увидел, что, обнял, обнял, поцеловал, что сказал? Пока, знаете, так первые секунды вообще были без слов фактически. Ну, конечно же, после определенного пара секунды, да, уже буквально сказалось, что наконец-то встретились. Наконец-то это случилось. Ну, вот 90 дней в плену, да, в одиночной камере. Не каждый взрослый выдержит такое испытание. Вот, ну, ты для меня вот, ну, ребенок, совсем еще ребенок. Что тебе довелось пережить за это время? Ну, знаете, пришлось пережить то, что, по сути, не переживет даже взрослый. Но просто, понимаете, когда попадаешь в такую ситуацию, твое сознание работает по-другому. И тобой просто движет единственная цель вот выжить, дожить до момента того, что ты, наконец-то, будешь жить дома у родителей. А что ты видел, когда, вот, по сути, был в заложниках? Что было в соседних камерах? Ты рассказывал отцу об этом? Конечно, я рассказывал, да. Ну, я видел пытки, я видел, как издеваются над другими людьми, над гражданскими и над военными, украинскими. Это я все видел буквально очень много раз. В жилую даже видел и слышал. А к тебе вот именно как относились? Поскольку я был ценный заложником, мне не применяли физическую силу. А как кормили? Давали хоть что-то кушать нормальное? В основном давали консервы и сухпайков. Кормили три раза в день? Там не было такого, что такое вот три раза в день. Вот просто там, если тебе там дали, допустим, там консерву, две консервы дали, то, в принципе, это тебе на весь день. Или, например, знаете, если тебе дали какую-то там что-то из сухпайка, дали тебе, ну, допустим, какую-то там гречку с мясом, 250 грамм, то примерно вот такое ты ешь на целый день. Ну и плюс там давали тоже всякие там кашу там или гречку тебе дать, там могли там всякие листья тоже могли дать. Олег, а вот Влад вернулся домой. Первое, что он заказал покушать? Вы знаете, он достал свои консервы и начал их лопать. Я говорю, слушай, ну давай что-нибудь наше поедем. Нет. И он мне начал их, знаете, показывать, достает, как трофей. Российские жвачки для военных в упаковке. Соки. Соки, консервы. Начинает мне их рекламировать. Я говорю, слушай, мой друг, выдыхай. Будем есть нашу правильную украинскую еду. У нас великолепная кухня, и нам вот этот вот орка-ижа, она там 300 лет не нужна. Все у нас хорошо с этим. Я вот хотела вот сам момент задержания уточнить. Они вообще знали, кого они задерживают, чей вы сын? Ну, они не знали до тех пор, пока не проверили. Там же конфликт возник из-за телефона мобильного. Влад сидел на заднем сидении в машине, смотрел в телефон. И ему предъявил российский военный, который проверял документы. Ты что, меня снимаешь? Ты снимаешь тут блокпост. И Влада начали защищать в машине люди, которые там с ним ехали. Вот он забрал телефон у него, проверил, увидел ссылку на один из телеграм-каналов, в котором как раз увидел вот эти вот видео, где российским военным выдают мобильные телефоны военнопленным. И они звонят себе на родину. Это не понравилось этому военному. Вот он выдернул Влада из машины, отвел дальше фильтрационное помещение. Раньше это был кафе «Чумацкий шлях». Там начали смотреть документы, плюс начали ему задавать вопросы. Влад говорит, что наставляли на него автомат. Вот, он говорит, что испугался. И так выяснили, кто его отец, а дальше уже все было понятно. Хотя они ему обещали вначале, опять же, со слов Влада, что... На 9 апреля меня уже убедили. Да, на следующий день должен был и уехать с колонной. Ну, такое. На самом деле мы очень рады освобождению. Очень рады, что вот ты, не знаю, повел себя как настоящий мужчина. Рады тому, что семья воссоединилась, и вы теперь вместе. И на самом деле это очень обнадеживает всех украинцев, кто сейчас или в плену, или кто сейчас находится на оккупированных территориях, о том, что украинцы все-таки будут вместе, и украинцы на самом деле своих не бросают. Скажи мне еще, а как ты боролся со страхом в плену? Тебя задержали. У тебя был какой-то страх, наверное, ты испугался. Потом тебя посадили в какую-то одиночку. Как ты боролся со своим страхом? О чем ты думал? Конечно, было невероятно страшно было. Вот знаете, что двигало вот таким вот желанием выживать, жить. Потому что еще, знаете, не хотел повторить судьбу тех, кого допрашивали, кого пытали. Банально не хотелось. Знаете, вот хотелось просто жить, и все. Олег, а вот эти вот 90 дней, наверное, самые страшные в вашей жизни. Кто вам помогал? Кто вас поддерживал? Ой, мне столько людей помогало, я даже не представлял. Которые не знали меня, звалили мне того, писали мне в Facebook, в Messenger, находили где-то мои телефоны, предлагали какие-то поддержку, помощь, контакты, связи. Я начинал сразу отрабатывать все вот эти контакты, которые мне кто-то давал. Это одна категория людей. Из близких таких был один человек, мой друг, он действующий народный депутат, Мелитопольский, Сергей Менько, он всегда брал трубку, всегда отвечал на мои эти смс-ки. Когда мне было тяжело с точки зрения справиться, знаете, вот бывает тактику продумываешь, а бывает стратегию. И вот когда ты думаешь о стратегии, у тебя есть варианты сюда, сюда, сюда. С Сергеем мне нравилось то, что мы могли хладнокровно так, может быть, даже по каким-то вопросам цинично, но мы проходили, вот, если так, то это да это, вот так и это. Плюс еще один друг, с которым мы это общались. То есть вот у меня было три человека на эту тему с точки зрения стратегии, и дальше уже исходя из того, какие у меня были контакты. Вот мы отрабатывали тактические действия. Поэтому, что хочу сказать. Вот я как человек, который столкнулся, гражданский человек, который столкнулся, пускай и наделенный власти, у нас нет отработанной системы, как мы будем вытаскивать цивильных, гражданских. У нас есть четкая система по военнопленным. У нас есть законы международные, у нас есть национальные законы. И здесь все понятно. Пленных на пленных, военных на военную, все хорошо. А вот когда возникает вопрос с гражданскими, вот здесь у нас полный вакуум. Нам нужно создавать на сегодня, на момент, именно на момент войны, у нас должен быть даже по отработке гражданским, я считаю, что должен быть министр. Вот должен быть такой уровень. И четко он должен, министр, прям называться, что это министр, по освобождению гражданских заложников. Более того, сложнейший случай, как вот с Владом, где несовершеннолетний. Его нельзя поменять на военного. Почему? Когда мы начинали обсуждать списки по военным, он говорит, а завтра начнут детей с колонн выдергивать, и у нас никаких за этих военнопленных российских не хватит, чтобы на детей их потом обменивать. И получается вот ситуация с гражданскими, мне очень много сейчас людей звонят, которых люди остались там, и их не могут вытащить. Кто-то даже найти не может, зная, что его забрали, а связи никакой нет. Вот, Олег, вот в создании этой системы, о которой вы говорите, вы бы могли помочь, как человек, вот прошедший все круги ада. Вот сейчас я уже все знаю. Я начинал как аматор, а сейчас я все знаю. Начало от психологии, восприятия, когда тебе приходят. Я сижу в своем кабинете в РДА, и мне звонок. И мне начинает говорить мой друг о том, что там остановили машину, и Влада выдернули. 11.22, 8 апреля. Влад, скажи, а там, вот в этой тюрьме, есть еще какие-то заложники? Я когда услышал сейчас, я просто мысль закончил. У меня ноги отнялись. Я понимаю, что вот нижнюю часть я не чувствую. И следующая мысль, которая приходит, собраться, кроме тебя никто не поможет, что сейчас нужно сделать. И начинается сразу мысль включаться, отрабатываться план. Так, ранняя стадия, начало, значит, нужно гасить локально пожар. Значит, нужно созвониться, кто сейчас может быть в этом месте поблизости, из тех, которые могут принимать какие-то решения и могут начать вести переговоры. Все, начиная сразу в голове по списку, начиная сразу отзваниваться там и так далее. Следующий этап, когда задержали. Надо опять психологически справиться. Следующий этап, когда это уже месяц. Что делать дальше? Ты уже куча людей, там 100 человек по списку, ты отработал уже, которым обратился за помощью и за поддержкой. А когда уже два месяца? А когда полный тупик? И ты не знаешь, что дальше делать? Поэтому вот эти все этапы, вся эта эволюция по спасению гражданского человека, она гораздо сложнее, чем с военнопленным. И здесь нам нужно целое министерство, при котором будут и спецслужбы, и психологи, и переговорщики. Четко мы разделили на группы людей, политические заложники, активисты, предприниматели, дети. Может быть, еще я там быстро сейчас набросал, еще какая-то категория появится. И вот здесь нужно, исходя из этой специфики, работать конкретно с категориями, с группами. По каждой нужно создавать стратегию и отрабатывать по этагу, пошагово, пошагово. И самое главное, семьи, людей которых удерживают в заложниках, поддерживать мы должны как государство. Потому что сейчас, пока идет война на нашей территории, с военными потерями у нас здесь все понятно. Но мы для военных есть бронежилеты, каски, мы строим защитные редуты, мы строим все. А гражданские потери, они же сумасшедшие. И там даже страшно смотреть в это направление. Когда начинают работать по городам, когда орки начинают брать наши города приступом, там же все очень сложно с этим. И сколько там получается, потом остается, когда оккупированная территория становится, там появляется огромная категория заложников. Так вот, нужно с семьями с этими работать целенаправленно, отдельно, специально, профессионально. Олег, хотел бы задать еще вопрос Владу. Скажи, пожалуйста, там, где тебя держали, там много еще заложников, о ком бы ты мог что-то рассказать? Есть ли там еще дети? Как обходятся с теми людьми, которые были рядом, может быть, с тобой? Детей там, к счастью, нету. Женщин я, к счастью, тоже не видел и не заметил их за все 48 дней моего нахождения там. Относится к людям, ну, сначала из вариантов, если это человек какой-то тарабронный, у него где-то есть оружие, то, понятно, к нему применяется физическая сила, его начинают пытать, допрашивать. И где-то потом его удерживают уже в камере на определенное время. И если человек с первого раза ничего не дал, то его допрашивают снова и снова. Пока он не скажет и пока он еще не расскажет про других. Где я вот сидел в Васильевском отделении полиции, в самих камерах, в день могло находиться и 20 человек, в принципе, и 30. Ну, даже 25 это максимально было. Но в среднем находилось 15-20 человек. Их там пытали, судя по тому, что ты рассказываешь, да? Да. Влад, а вот тебя какую работу заставляли делать там? В мои задачи входило в мытье полов, помощь по кухне, помощник на кухне, мытье пыточной комнаты. Мытье пыточной комнаты. Наверное, это самое страшное. Опять же, когда ты находишься там, ты об этом не думаешь. Ты просто как робот выполняешь свою работу без эмоций. Может быть, ты видел, как кого-то реально расстреливали после этих пыток? Кого-то убивали из наших заложников, из тех людей, которых они задерживают? Нет, я никого не видел, что кого-то расстреливали. Влад, вот еще два месяца лета, да, вот ты вернулся домой наконец-то. Какие у тебя планы? Что хочется сделать в первую очередь? Пока что я хочу максимально дать интервью, рассказать, что я прошел, что я пережил. Хочу, знаете, чтобы другие люди тоже видели, что не бывает безвыходной ситуации, из любых ситуаций можно выходить. Побольше, знаете, как говорится, осветить эти проблемы. И на лето в ближайшее я пока хочу, знаете, отдохнуть пару недель, отойти от всего этого. И потом, не знаю, может, пойду уже к своей маме. Влад, ты очень сильный, мужественный, смелый мужчина. Спасибо большое, что вышли с нами на связь о том, что рассказали свою историю. Спасибо, да. Влад, я вот вначале сказала, что ты для меня вот ребенок, да, а вот пообщались, я поняла, вот настоящий герой, настоящий мужчина передо мной. Спасибо вам огромное. Спасибо. Олег Буряк и его сын Влад были на связи с проектом Фридом. Олег Буряк, напомню, глава Запорожской районной государственной военной администрации, а Владислав сын, которого вызвали из плена, в котором он пробыл 90 дней. Спасибо.